Евангелие от Иоанна, 4 глава, 45 стих. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеи не приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме, праздник, ибо и они ходили на праздник. Когда Спаситель первый раз пришел на Пасху, имеется в виду с момента Своего общественного служения, Он уже совершал чудеса в Иерусалиме. Чудеса совершались. И это очень впечатляло всех собравшихся паломников на Пасху в Иерусалиме. Конечно же, молва расходилась по всей Палестине. Друг другу люди передавали о том, что явился миру новый чудотворец, учитывая, что земля палестинская, небольшая земля, и можно сказать, что люди все друг друга хорошо знали. С того времени, говорит нам Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих, Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Звучат уже для нас знакомые слова Иоанна Притечи. Иоанн Притеча уже произносил однажды эти слова, потому что покаяние – это путь. И вот сейчас, когда для нас начался рождественский пост, то мы понимаем, что для нас это путь. Путь во времени. Потому что в течение сорока дней мы будем идти этим путем. Будем идти для того, чтобы прийти к празднику Рождества Христова. У каждого пути есть своя цель. И вот Господь говорит о том, что цель покаяния – это Царство Небесное. Само по себе покаяние, оно не имеет смысла, если нет Царства Небесного. И иногда предлагают современные психологи некую замену покаяния для того, чтобы облегчить свою душу через психоанализ, другие психологические тесты, как бы высказать все то, что накопилось в душе человека. Но, когда человек выскажет, когда человек как бы высвободит то, что томится внутри него, а вернее сказать, томит его внутренний мир, у человека наступает момент какого-то вакуума, пустоты. Поэтому покаяние, как просто перемена, именно так переводится с греческого языка слово покаяние – метаноия. Сама по себе перемена должна быть к чему-то устремлена. Если она ни к чему не устремлена, значит, она бессмысленна. Для чего ребенок учится в школе? Для чего он меняет себя, совершенствуя в знаниях? Для того, чтобы достигнуть каких-то профессиональных результатов в своей жизни. То есть не просто самоучеба для учебы. Но есть такие люди, которые говорят, да, вот мы уже имеем третье, там, высшее образование, нужно многое знать. Но это многое знание, оно не приносит пользы для людей. Ну, может возникнуть вопрос, но человек просто учится в свое удовольствие. Нет. Если ему человечество дает знания, значит, он должен тоже отдать, поделиться этими знаниями. Это важная деталь нашего человеческого общественного бытия. И вот Иисус, как повествует нам Евангелие от Иоанна, 4 глава, мы опять возвращаемся к этой главе, 46 стих, опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду, вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Есть предположение, что это был царедворец Ирода Антипы, Галилейского, Этнарха, и жена его была одной из тех жен, которые следовали за Христом. Есть предположение, что его звали Хуза. Она так и называется в Евангелии жена Хузова. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему, то есть к Спасителю, и просил Его прийти и исцелить Сына Его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Почему Господь говорит такие слова? вы не увидите, если не увидите знамений, не уверуете знамений и чудес. А потому, что царетворец просит прийти непосредственно к Нему в дом и исцелить Его. Он желает некого телесного прикосновения руки, возможно, исцеляющей руки для Своего Сына. Но для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, достаточно вспомнить сотника, римского сотника, который просил исцеления для своего слуги. И помните, как Он сказал, я не достоин, чтобы ты вошел в Мой дом. Ты только скажи слово и исцелеет Мой отрок. А вот царетворец просит непосредственно прийти. Поэтому Господь говорит ему, что пока вы не увидите знамений и чудес, то не уверуете. Царетворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер Сын Мой. Он продолжает просить. Иисус говорит ему, пойди, Сын твой здоров. Он поверил в Слову, которое сказал ему Иисус и пошел. То есть все-таки Слово Спасителя, сказанное совластью и силою, возымело действие на царетворце. На дороге встретил, встретили его слуги его и сказали, Сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, Сын твой здоров и уверовал сам и весь дом его. И видимо, жена, исполнившись глубокой веры, далее следовала уже за Христом в течение всего общественного служения Христа. Одна из тех жен. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Однажды, говорит нам Евангелие от Луки, 5 глава, 1 стих, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого. Увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети по обычаю. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он спросил его, отплыть несколько от берега. И Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыли на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову Твоему закину сети. Можно себе представить эту идиллическую картинку из евангельской истории, когда Спаситель из-за множества людей, которые окружали Его, слушали Его проповедь, на кого-то Он возлагал свои руки, кому-то говорил слово утешение, но настолько было много людей, что как будто они не помещались все на местности. И тогда Он просит лодочника отплыть вместе с Ним на лодке, для того, чтобы Он проповедовал с лодки, чтобы видели все Его. И вот по окончании проповеди Он велит апостолу Петру закинуть сеть. Но вот неудача уже постигла их. Они ловили целую ночь, но ничего не могли поймать. И тогда апостол Петр все же говорит, поскольку он верил каждому Слову Христа, по Слову Твоему я сделаю это. Хотя как рыбак я бы этого никогда не делал, но здесь я как Твой ученик слушаю Тебя, учитель. И он делает то, что велит ему учитель. И Евангелие от Луки 5 глава 6 стих продолжает «Сделав это, они поймали великое множество рыбы». И даже сеть у них прорывалась. Такую подробность указывает евангелист Лука для того, чтобы было понятно, что это не обычный был улов рыбы, а чудесный. и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и напомнили обе лодки, так что они начали тонуть. Такого, наверное, еще никогда не видели рыбаки, которые ловили рыбу на Галилейском озере, чтобы от множества рыб тонула лодка. Причем накануне ничего не поймали. Увидев это Симон Петр, припал коленем Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Наверное, все те чудеса, которые он уже мог видеть, потому что следовал по стопам Спасителя, не имели такого огромного воздействия на душу Петра, как именно совершенное чудо. Потому что это чудо было связано напрямую с его профессиональной деятельностью, с его ежедневной работой. И действительно, когда что-то происходит в нашей жизни чудесное, это нас особенно впечатляет. Не так, как то, что с кем-то произошло какое-то чудо, а и непосредственно, когда с нами происходит чудо. И именно эти слова, они являются очень важными словами. Выйди от меня, ибо я человек грешен есть. Вот такое переживание чуда способно изменить человека. И именно такова цель совершаемого чуда Богом – изменить состояние души человека. человека. То есть для нас порой чудо, пока оно не случилось с нами, пока мы так глубоко его не пережили, для нас это может быть просто фокус. Но вот чудо – это когда мы понимаем, что оно приходит от Бога, как будто от Его рук именно в нашу личную жизнь. И сам Творец Вселенной совершает некое творение, некое деяние в нашей личной жизни. Не в жизни кого-то, а вот Он заметил нас, вот эту маленькую блоху на поверхности земли. И нам кажется иногда, что Бог не слышит нас, не видит, не внимает наши молитвам. А в какой-то момент это чудо способно изменить человеческий взгляд на жизнь. Оказывается, Бог и нас слышит, и видит. И конечно, когда касается такое сознание вещей нашего сердца, то что мы можем сказать, особенно если в лодке стоит с нами Спаситель? «Выйди от меня, Господь, потому что я не готов Тебя сейчас встречать, сделай шаг кому-то навстречу другому, потому что я самый недостойный, я самый неподготовленный для того, чтобы встретить такого великого и желанного гостя, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Также Иакова и Анна с сыновей Завидеевых бывшими товарищами Симону и сказал Симону Иисус «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Вот что нужно человеку для того, чтобы стать на путь обращения других ко Христу. Нужен и этот опыт личного богообщения. Но поскольку этот опыт уже переполнял душу апостола Петра, то Господь ему говорит «Вот отныне ты будешь ловить не только чудесным образом рыбу, но и человеков». Он, конечно, не до конца понимал, о чем говорит Спаситель ему. Для него это были какие-то чудные слова. только спустя время он поймет о чем идет речь. И его душа неудержимо будет стремиться к тому, чтобы пересекать пространство земли, покинуть родную Галилею, родную деревню и направиться в Рим, где философы к тому времени уже писали книги, убаюкивали своими речами философскими красноречивыми. Искушенный люд, он не знал, какую миссию Господь уготовил ему. Но вот с этого момента она началась. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег оставили все и последовали за ним. Видимо, даже эту рыбу, которую они чудесным образом поймали, они ее оставили, она им уже не нужна была, потому что они поняли, с кем они сейчас имеют дело. Огромное количество людей было свидетелем этому чуду огромное количество людей видели этих пораженных апостолов. Конечно, то, что происходило, происходило на глазах множества людей. А по-другому и быть-то не могло, потому что Христос всегда был окружен, окружен многими людьми. И как продолжает нам евангелист Марк в первой главе 21 стих «И приходит в Капернауме, вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники». Книжники, как мы уже говорили, это люди, которые хорошо знали Священное Писание, потому что это было ежедневным занятием для этих людей. Они многие тонкости знали текстов, но вот толкование этих текстов не было удовлетворительным для слушающих, потому что они не ощущали дыхания я в этих словах живого дыхания Бога. Они просто исследовали критически, выражаясь современным языком, то есть научно, текст, и не больше. Более того, школы-то были разные, как мы уже говорили с вами, и эти школы иудейские имели разный подход к толкованию Священного Писания. Значит, было свое школьное представление о том или ином месте Священного Писания, но это не было объяснением того, что хотел сказать Бог на самом деле для людей. И вот сейчас когда они слушали Спасителя, то понимали, что каждое Его Слово со властью сказанное проникало в глубину сердца и там находило свое место. Был в Синагоге, продолжает Евангелист Лука в 4-й главе 33-м стихе, человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус, Назарянин, ты пришел погубить нас, зная я тебя, кто ты, святый и Божий?» Казалось бы, хорошие слова произнес, истину произнес демон, который мучил этого несчастного человека. «Ты Иисус Назарянин, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес повергнул его посреди Синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. Господь не желал, чтобы падший ангел, который противник всего Божьего, он искажает всю истину, которую Господь даровал для человечества, говорил сейчас слова правды. потому что Сатана говорит, вернее сказать, когда цитирует Священное Писание, то он преследует одну цель, для того, чтобы слушающие доверились ему. А чем он может вызвать доверие у слушающих? Только словами истины. Но когда доверив довеившиеся потеряют контроль и полностью их внимание растворится в этом лукавом проповеднике, он там будет человека губить. И вот запретил ему и велел выйти из человека. И когда вышел из него этот дьявол, не повредив ему, то есть человеку, напал на всех ужас и рассуждали между собою. А если бы это произошло на наших глазах, если бы эта картина разыгралась во всем своем мистицизме перед нами, что бы с нами произошло в этот момент, не охватил бы ли нас ужас, не пробежался бы муравейник по нашей спине. Все это, конечно, мы ощущали бы. И вот то же самое с этими людьми произошло. Что это за новое учение? Больше они ничего сказать не могли. Что это значит? Что он совластью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем, по всем окрестным местам. Евангелие от Марка, 1 глава, 29 стих продолжает. Выйдя, вскоре синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Анном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку и горячка тотчас оставила ее, и она стала слушительной. В этом кратеньком повествовании о том, как Господь исцелил Тещу Петрову, сказано достаточно много. Он исцеляет, и она стала тотчас служить им. Если человек излечивается от какой-нибудь лихорадки, горячки, то скоро ли он сможет стать и полноценно войти в роль своего домашнего служения, сможет ли он так быстро оправиться, чтобы вся слабость после горячечной оставила человека. здесь евангелист указывает на то, как только Бог может уврачевывать немость человека. И здесь мы это видим. Он поднял ее, и она уже не ложилась на одр болезни, а тотчас служила им. в полном здравии. Мы часто это будем видеть, когда Господь воскрешал мертвых, и они тотчас выздоравливали эти мертвые, потому что мертвый человек, он умирает через какую-то болезнь, которая грызет его тело и уничтожает. и именно так болезнь умучила тело, что в результате человек умер. Но когда Господь воскрешает, то воскрешает его совершенно здоровым для обычной повседневной жизни. Здесь происходит то же самое. Евангелист Лука в 4-й главе 40-м стихе пишет «При захождении же солнца все». Почему при захождении солнца? А потому что еще на дворе суббота. А суббота это время особенное для Иудея, когда нельзя перемещаться больше определенного количества шагов. И поэтому только по захождению солнца заканчивалось действие субботы. Все имевшие больных различными болезнями приводили их к Нему. И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. «Да сбудется», пишет Евангелист Матфей в 8-й главе 17-м стихе, реченную через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Цитируя пророка Исаию, он хотел подчеркнуть, что сбылось пророчество. То, что было сказано тогда, давно, чего ждали иудеи в течение всего этого времени, наконец, свершилось. И весь город, пишет Евангелист Марк в 1-й главе 33-м стихе, собрался в дверях. облетела весть об очередном исцелении всех, и все стекались к чудотворцу. Выходили также и бесы из многих с криком говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» мы видим, что бес говорил очень важную евангельскую мысль, «Ты Сын Божий!» А он, как продолжает Евангелист, запрещал ему сказывать, что они знают, что он Христос. Иначе, если бесы начнут проповедовать, то тогда люди начнут им доверять. А сколько было всевозможных прорицателей! И даже сейчас наш современный человек говорит, «Ну так он же говорит то, что сбывается, имея в виду каких-то пророков гастролирующих или доморощенных! Ну как же! Они сказали и все это случилось так, как они говорили! А раз это случилось, значит, этому нужно доверять! Нет! Это неправильный критерий оценки такой действительности духовной! правильное отношение в духовности у нас должно лежать через истину! А столб и утверждение истины это церковь! Господь доверил истину церкви, о которой говорит апостол Павел, что он создал церковь свою и ее врата адовы не одолеют! И она утверждает истину! Она только может проповедовать истину! Вне церкви проповеди истины быть не может! Потому что вне церкви не знают для чего вообще нужна истина! А истина одна это Христос! И место земного соединения человека с Богом это таинство церкви! В частности таинство Евхаристии! Без церкви нет спасения! Потому что вне церкви если даже человек обладает каким-то познанием истины эта истина она как бы приходит в состояние инфляции потому что только в церкви истина она способна человека обогащать духовно человек в результате может стяжать божественную благодать которую Господь дает через таинство церкви это спасительная ограда и вот когда бесы говорили об этом то Господь им запрещал это говорить а утром встав весьма рано говорит евангелист Матвей в первой главе тридцать пятом стихе вышел и удалился в пустынное место и там молился даже спаситель нуждался в том чтобы уединяться для молитвы он всегда находился своим отцом но по человеческому естеству была необходимость в том чтобы удалиться на какое-то время в уединенное место для молитвы Симон и бывшие с ним пошли за ним и найдя его говорят ему все ищут тебя он говорит им пойдем в ближние селения и города чтобы мне и там проповедовать ибо я для того пришел евангелист Лука в четвертой главе 42 стихе говорит и народ искал его и придя к нему удерживал его чтобы не уходил от них удерживал чудотворца народ он не хотел расставаться а когда привозят в какой-то город мощи святого человека вот я помню когда привезли частицу маленькую частицу мощей блаженной Матроны вы помните что происходило в нашем городе вы помните когда еще было такое огромное стечение народа и чтобы люди подолгу стояли причем разного социального положения и дожидались и дожидались четыре-пять часов для того чтобы только на мгновение прикоснуться к мощам святой блаженной помощницы Матроны Московской Человек всегда жаждет чуда для своих жизней он желает чтобы хоть что-нибудь произошло в его жизни необычного с одной стороны когда человек уповает на Бога для того чтобы Господь совершил что-то дивное в его жизни нет ничего плохого но если человек после того как это чудо произойдет будет продолжать жить старым образом жизни то значит Господь не достиг самого главного этим чудом потому что чудо должно менять человека на на лучший более совершенный образ жизни и конечно же все удерживали чтобы не уходил от них но он сказал им и другим городам благовествовать я должен царствие Божие ибо на то я послан и ходил Иисус по всей Галилее уча в синагогах их и проповедуя Евангелие царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях и прошел говорит евангелист Матфей 4 главе 24 стихе о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных одержимых различными болезнями и припадками и бесноватых и лунатиками расслабленных и он их исцелял господь имел успех как чудотворец но он практически не имел успеха как проповедник мы далее увидим что будет ему за его проповедь а вот чудо конечно как можно больше совершая чудес это ведь так хорошо когда можно прийти и получить запросто какое-то чудо маленькое большое среднее какое хочешь но вот господь постоянно говорит о том что он послан на то чтобы проповедовать а чудо является всего лишь неким некой формой проповеди то есть не ради этого пришел господь чтобы проповедовать простите чудотворить а для того чтобы проповедовать потому что чудотворение оно как правило направлено на что вернее человек желает чтобы чудо оно излечило его оно решило какие-то его сиюминутные проблемы трудности жизни а вот проповедь она направлена совершенно к другому к тому чтобы душу переориентировать для того чтобы человеку открыть новый путь жизни покайтесь приблизилось царство божие именно в этом заключалась основная мысль его проповеди царство божие оно вокруг царя бога только тогда человек будет блажен если он будет стремиться к богу царю только это царство может приносить для человека полное блаженство а люди хотели другого и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия и Иерусалима и Иудеи и Зайордана все были охвачены одной мыслью все только и говорили о том появился новый чудотворец где он сейчас находится в Иудее в Галилее или может быть в Самарию или может быть в Сирию он пошел проповедовать множество людей ходили толпами для того чтобы найти этого чудотворца и как продолжает евангелист Лука в 4 главе 16 стихе и пришел в Назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать мы видим что он впервые посещает с момента с начала своего общественного служения Назарет место своей жизни до тридцати лет вошел в синагогу все прекрасно знали что ему тридцать лет и он имеет право читать писание он даже может выйти на кафедру и проповедовать ему подали книгу пророка Исаии и он раскрыв книгу нашел место где было написано дух Господень на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу пророк Исаия говорит о том что дух Господень на мне и вот по наитию духа святого он проповедует он пишет эти слова и возникает некая парадоксальная ситуация когда тот кто вдохновил пророка Исаия на эти слова он же их произносит сейчас своими уже человеческими устами он говорит это я о ком проповедовал пророк Исаия это я пришел чтобы исцелить сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение и отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное лето Господне это значит время Господне время Господне это время которое началось с момента служения общественного служения Мессии и закрыв книгу отдав служителю сел и можете себе представить какая атмосфера воцарилась в синагоге эту атмосферу передает евангелист Лука и глаза всех в синагоге были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось сие слышанное вами и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившим из уст его то есть все были потрясены тем что они видели и слышали они понимали но в то же время им кое-что не давало до конца воспринять слова Христа и вот евангелист Марк в 6 главе 2 стихе подчеркивает эту деталь многие слышавшие с изумлением говорили откуда у него это что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его евангелист Лука в 4 главе 22 стихе продолжает не Иосифом ли он сын не плотник ли он далее продолжает евангелист Марк сын Марии брат Иакова и Осии и Уды и Симона не здесь ли между нами его сестры и соблазнились о нем евангелист Лука в 23 стихе 4 главы говорит он сказал им конечно вы скажете мне при слове врач исцели самого себя сделай и здесь в твоем отечестве то что мы слышали было в Капернауме и сказал истинно говорю вам никакой пророк не принимается в своем отечестве поистине говорю вам много вдов было в Израиле в одни Ильи когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев так что сделался большой голод по всей земле и ни к одной из них не был послан Илья а только ковдове в Сарепту Сидонскую много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея и ни один из них не очистился кроме Неймана Сириянина и действительно когда мы изучали Ветхий Завет то мы помним что делали иудеи со своими пророками они понимали кто такие пророки они понимали что это люди которые говорили от Бога пророк говорящий это говорящая совесть иудейского народа но люди привыкали жить так как они привыкли так как и мы не любим слушать свою совесть а если и слушаем то может быть только по воскресным дням а в остальные дни мы предпочитаем заниматься тем чем мы обычно занимаемся переступая через свою совесть не хочется отметить именно этот важный момент слов апостола Павла когда он сказал что грех это вражда против Бога а потому что бес посылает мысли человеку но в то же время посылает и Бог человеку мысли через совесть для того чтобы человека вразумить чтобы человек не пошел по пути этой греховной бесовской мысли но все таки человек делает грех то есть идет по этому пути бесовскому но прежде чем он сделал грех что он делает он переступает своей ногой через совесть внутри себя а раз он переступил через совесть внутри себя то каждый грех является неким богопорчеством враждой против Бога поэтому если мы хотим искупить свой грех даже если он совершен против только человека то все равно когда мы переступали через совесть внутри себя то мы нарушили добрые отношения с Богом нужно перемириться с Богом поэтому покаяние лежит через исповедь не только у человека нужно попросить прощения если мы его обидели но и Бога от Бога мы отвернулись когда Господь нам говорил не делай этого и вот пророки это люди которые говорили иногда может быть и с человеческой какой-то эмоциональность иногда может быть не очень красивые слова или образы совершали вы помните сколько было пророков и они имели разные чудачества эти пророки но эти люди были нравом чисты были благочестивы и говорили то что не нравилось иудеям и вот они их убивали а вот последующие поколения уже делали им гробницы благоукрашали эти гробницы и Господь скажет позже в Евангелии что вы сыны тех которые убивали пророков а сейчас вы красите гробницы пророков так же и в нашей жизни получается ведь те новомученики и те мощи которые лежат святителя Луки в Симферополе это ведь тоже исповедник который пострадал от наших родителей возможно от наших дедов которые гоняли его по земле великой русской в тюрьме сидел он за правду Божию и за то что лечил людей за то что помогал людям своим словом мудрым а сейчас мы конечно же красим гробницы праведных и когда услышали назаритяне подобные рассуждения из уст Христа все в синагоге исполнились ярости и встав выгнали его вон из города представьте себе Бога человека выгнали из города какое смирение у Христа Симеон новый богослов позже скажет мой негордый Бог он так и о себе будет говорить придите ко мне не научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и повели на вершину горы на которой может быть они когда-то игрались вместе с ним когда он был отроком они повели туда забыв все на на которой город их был построен чтобы свергнуть его первые попытки к богоубийству начались от односельчан назоветян и он как повествует нам евангелист лука в 30 стихе пройдя посреди их удалился эти таинственные слова о чем они представьте себе разыгравшуюся шумиху вокруг христа берут ведут его на вершину горы для того чтобы сбросить и здесь все как-то поворачивается не так как обычно все заканчивается он пройдя посреди их удалился он посмотрел своими глазами на них которые были чисты как небо переполнены любви кротости и смирения и когда в евангелии от иоанна позже будет подобные ситуации когда фарисеи с камнями уже были готовы побить его он скажет простые слова я много сделал вам добрых дел за какой из них вы хотите меня побить и тогда все опустили руки которые сжимали камни для броска и вот здесь он посмотрев на них они видимо на какой там мгновение ощутили какое-то таинство внутри своего сердца может быть что-то коснулось их они ничего не смогли ему сделать шумевшая толпа как один человек успокоилась и он прошел посреди них удалился евангелист матфей в тринадцатой главе пишет и не совершил там многих чудес по неверию их евангелист марк в шестой главе пятом стихе только на немногих больных возложил руки исцелил их и дивился неверию их а вот он будет дивиться вере римского сотника а вот иудеи правоверные иудеи удивляли его его соотечественники соотечественники земляки своим невериям потом ходил по окрестным селениям и учил евангелист лука в пятой главе семнадцатом стихе говорит в один день когда он учил и сидели тут фарисеи и законоучители пришедшие из всех мест галилеи иудеи и из русалима и сила господня являлась в исцелении больных вот принесли некоторые на постели человека который был расслаблен то есть парализован и старались внести его в дом и положить перед Иисусом и не найдя где пронести его за многолюдством влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса для того чтобы было более понятно как это им удалось нужно иметь представление о жилищах в Палестине они были плоские сверху потому что они выполняли некую функцию балкона иудеи любили вечером подняться на балкон для того чтобы посидеть в прохладе дня подышать свежим воздухом и как правило дома такие строились с внутренним двориком а внутренний дворик они накрывали или шкурами или тканями или же просто деревянными щитами они скрывались в тени этого укрытия от зноя или спасали свой двор от дождя потому что там проходила значительная часть их домашней жизни там они принимали гостей там они собирались ужинать семьей и вот когда собралось множество людей в одном из таких домов то четыре друга принесли своего парализованного товарища за множеством людей они не могли проникнуть внутрь дома и поэтому решились на такую авантюру подняться на крышу и спустить с крыши видимо сняв эти щиты внутрь дворика где стоял Иисус проповедовал и исцелял больных и он видя веру их сказал человеку тому герза и чада прощаются тебе грехи твои и и и и представьте себе мы собрались вокруг Христа в таком восточном домике и конечно каждый думает что именно сейчас должен спаситель уделить внимание ему именно сейчас Господь должен совершить какое-то чудо для него и когда уже очередь приближается казалось бы вот-вот я уже прикасаюсь к его одежде сверху спускается человек надри лежащий вне очереди конечно возмутительно для всех присутствующих происходящее но именно на это они соглашаются и что Господь обнаруживает прежде всего в этих людях веру их веру кого их вот этих друзей вот друзья это те люди которые взяли и понесли когда нужно даже если нужно через крышу Господь видя веру принимает вне очереди герзай чада прощаются тебе грехи твои эти слова герзай чада они звучат из уст самого спасителя именно дерзновение вот что человеку иногда нужно не дерзость а дерзновение мы должны делать порой какие-то шаги которые кажутся нам немыслимыми даже мы не можем себе до конца это представить но вера двигала ими так что они может быть даже когда спустили своего друга туда внутрь только тогда оценили на самом деле положение в котором они оказались а в тот момент они просто действовали как французская поговорка говорит делай то что ты должен делать а там будь как будет прощаются тебе грехи твои евангелист лука в пятой главе двадцать первом стихе замечает что же произошло с этими посетителями восточного дворика книжники фарисеи которые присутствовали здесь начали рассуждать говоря кто это который богохульствует кто может прощать грехи кроме одного Бога Иисус уразумев помышления их сказал им в ответ что вы помышляете в сердцах ваших что легче сказать прощаются тебе грехи твои или сказать встань и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи сказал он расслабленному тебе говорю встань возьми постель твою и иди в дом твой и он тотчас встал перед ними взял на чем лежал и пошел в дом свой славя Бога встал лишних лирических отступлений все по существу сказано здесь эта краткость Евангелия она просто поражает с ней невозможно спорить только ужас объял всех и славили Бога и и бы исполнены страха говорили чудные дела видели мы ныне пусть каждый проигрывает в своей голове такую возможность что он оказался бы в этих условиях сам что бы с ним происходило как бы он отреагировал на все то что он видел после сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия память которого сегодня мы имеем честь совершать сидящего у сбора пошлин такой себе князек самоуверенный собирал пошлину в окружении римских воинов или полиции все его боялись но в то же время ненавидели потому что он был иудей на службе у ненавистного для иудеев Рима этот человек был первым человеком он мог миловать мог казнить потому что деньги это единственное что нужно было римлянам от иудеев а вот он отвечал как раз именно за сбор подати если человек не мог платить деньгами он мог платить свою подать какой-то натурой животными домашними или же сбором своего урожая и вот Иисус увидев его говорит ему следуй за мной и он оставив все встал и последовал за ним вот как те рыбаки о которых мы сегодня говорили петр андрей и яков и он когда огромное количество рыб они поймали ради этого они ночь трудились ничего не было у них и когда господь сказал следуйте за мной они оставили этот огромный улов рыбы уже ни о чем не думая что они могут порадовать семью своей рыбой просто пошли за спасителем и вот здесь что-то произошло с этим самодовольным мытарем он оставил все встал и последовал за ним сколько еще таких историй будет знать наша церковь огромное количество потому что много еще будет таких матфеев в истории церкви которые настолько глубоко приняли слово Божие оно так отозвалось в их сердце что они не могли дальше уже мирить свой образ жизни с тем что пробудило в их сердце новые устремления и желания и сделал для него левий в доме своем большое угощение и когда Иисус возлежал продолжает евангелист Матфей в 9 главе 10 стихе он повескует о себе в данном случае много конечно было мытарей и грешников потому что именно таково было окружение этого Матфея мытаря пришли возлегли с ним и учениками его Господь не возгнушался войти в этот презренный для иудеев дом он возлежал вместе с ними и когда сегодня некоторых миссионеров осуждают что они грешны в неком экуменизме потому что они идут и где-то встречаются с какими-то иноверными инославными то должны вспомнить спаситель шел к этим людям не презирал их он любил этих людей он мог видеть в этом Матфее то чего никто не видел в нем и может быть потому что когда взгляд косой взгляд иудея касался Матфея то в дом а куда он мог пригласить кроме своего дома его никто нигде не желал видеть и вот когда пир был увидев то фарисеи сказали ученикам его для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками Иисус же услышав это сказал им нездоровые имеют нужду во враче но больные пойдите научитесь что значит милости хочу а не жертвы ибо я пришел призвать не праведников но грешников к покаянии и как слова проникали в сердце тех людей кому он шел они слушали с жаждой окружение Христа это блудницы мытари сотники то и все те кого гнушали сиудеи это это не значит что Господь гнушался фарисеев гнушался садугеев но они считали что та правда которая отразилась некой печатью в их мозгах она является абсолютной истиной они 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 могли подвергнуть некому новому осмыслению свою мелкую правду они считали что их правда является абсолютной правдой а вот мытари и блудники вообще не считали себя за людей чем больше накапливался грех их жизни они понимали что они недостойные что они ничтожество все это они прекрасно понимали но просто они не могли спрыгнуть с этого пути знаете как на большую скорость неважно можно спрыгнуть с какого-то автомобиля не повредив себя так и они понимали что они не знают как это возможно чтобы не покалечить себя а все остальные просто в них не верили да и в себя они не верили но Господь в них поверил и поэтому прежде чем люди начали верить в Бога Бог начал верить в них и это самая главная истина невозможна вера человека в Бога сама по себе она возможна только как ответ на веру Бога в человека он поверил в эти грешники а вот фарисеи еще продолжали обсуждать несмотря на то что к ним вошел чудотворец как они его воспринимали милости хочу а не жертву пойдите говорит он и научитесь пойдите еще раз к своим свиткам которые лежат в ваших синагогах откройте их посмотрите ведь написано у пророка Иса Осии в 6 главе 6 стихе милости хочу а не жертву боговедение дали он говорит хочу а не жертвоприношений ваши которые опротивили мне говорит Бог устами пророка Осии он сравнивает грешника с больным человеком а как больному человеку можно относиться больной человек у него как будто все тело становится неким обнаженным нервом он все с каким-то особым чувством переживает любое прикосновение и вот Господь посещает это сборище пир в доме мытаря Матфея лишь бы было только хорошо этим грешникам лишь бы они только стали на пути истин я готов прийти к вам поэтому Господь готов посетить тех грешникам о которых может быть мы отворачиваемся господь господь может быть давно уже стоит возле их сердца и эти люди готовы открыть свое сердце а мы осуждаем этих людей тогда приходят к нему ученики иоанновы и говорят почему мы и фарисеи постимся много а твои ученики не постятся вот удивительная вещь особенно когда сейчас в новом завете мы постимся да мы постимся не ежедневно мы постимся в определенное время в среду пятницу в течение года затем в многодневные посты и вот когда идет речь о том что они не постятся неужели на самом деле эти ученики не постились ученики христа если они являются иудеями а иудеи это люди закона и правил значит они соблюдают ветхозаветное пощение а как вы думаете иоанн креститель он был учеником христа или нет конечно же был более того он называл себя другом жениха значит он был очень близок но вот ученики иоанновы делали так как делал иоанн а иоанн он постился и значит ученики иоанновы постились но но вот здесь какая-то странность как будто нам кажется почему ученики христа не постят и вот здесь нам помогает опыт нашей церкви глубокий опыт церкви если пустынник который ушел из мира для того чтобы совершать подвиги христа ради молитвы и поста в пустыне мы знаем как они сурово подвязались они практически ничего не вкушали их жизнь была вечным постом но когда какой-то путник приходил к ним в келью они угощали путника и чтобы не смущать самого путника они в это время вкушали запретную пищу для себя вместе с путником и это вкушение было некой милостью и проявлением любви и самого главного к человеку а когда уходил путник он продолжал поститься а кто такой путник который голоден не сам ли это Христос когда спаситель сказал когда я был голоден холоден жаждал вы накормили напоили меня одели меня они скажут господи а где мы тебя видели он ответит то что вы сделали или не сделали малым си то вы и сделали мне или не сделали так 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 вот путник это и пришел Христос и когда Христос пришел как я могу поститься ведь это же гость моей жизни ведь велика радость что пришел этот гость если приедет к вам ваш ребенок после дальнего пути он летел ехал на поезде на лошадях на собаках если хотите через тундру и добрался наконец до вашего дома то конечно же когда вы поститесь вы обязательно его накормите хлебом с водой или все таки может быть вы ему предложите с дороги что-то более существенное и вот здесь спаситель говорит можете ли заставить сынов чертога брачного поститься когда с ними жених когда пришел желанный гость можете ли заставить поститься но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни при всем сказал им притчу никто не приставляет заплаты к ветхой одежде отодрав от новой одежды а иначе и новую раздерет и к старой не подойдет заплата от новой и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет и мехи пропадут но молодое вино должно вливать в мехи новое тогда сбережется и то и другое и никто пив старое вино не захочет тотчас молодого ибо говорит старое лучше о чем это господь говорит он говорит об удивительных вещах это звучит как реформаторство для ветхозаветного иудея он говорит в таких образах которые вызывают только скрежет зубов у фарисеев ведь они так привыкли жить в тех условиях и обстоятельствах и сейчас им предлагают время перемен сейчас им предлагают отказаться от того старого образа жизни для того чтобы жить более совершенным образом жизни ветхозаветный закон помните это и обрезание это и бесконечное омовение которые совершались помните когда господь посетил кану галилейскую и он наполнил сосуды огромные сосуды вином а ведь в этих сосудах была вода для бесконечного омовения к чему-то не тому прикоснулся омойся это просто делало человека некой религиозной машиной он 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 просто исполнял инструкции это ничего внутри человека не пробуждало единственная ценная мысль для ветхого завета вся эта религиозная система которая была это то что ты это делаешь во имя истинного бога единого бога что это эти обряды посвящены только ему но богу они были не нужны просто другого человек еще не мог воспринять и вот здесь в данном месте господь говорит о том что поститься вроде как необязательно они то воспринимали как они могли воспринять конечно же ничего себе новатор реформатор а это ругательное слово особенно для людей с консервативным складом мышления вы знаете но мне хотелось бы дифференцировать есть консервативность а есть некая консервантность вот консервативность все таки это более положительный термин который говорит о каких-то фундаментальных принципах которые хранит консерватор ортодокс а консервантность это знаете как консерванты они что угодно законсервируют вам и даже то что не надо и вот что и происходило с этими людьми они были сточной ямой всех представлений религиозных которые были от иудеи через самарию до галилеи это то что и у нас происходит через какое плечо можно свечу передавать через какое нельзя это ведь все на самом деле является суеверием это суеверие сбивает человека с правильного пути жизни человек начинает отсаживать комара и поглощать верблюда и вот Господь говорит этими речами своими о каких-то очень фундаментальных вещах которые иудеи пока еще понять не могут да и собственно ученики тоже не могут понять этого они будут понимать это все постепенно даже когда Христос вознесется после воскресения к своему отцу они еще будут долго спорить относительно того как нужно принимать не иудеев язычников церковь они будут считать что обрезание нужно совершать над ними не очень легко человеку освободиться от стереотипов я помню когда наступило постсоветское время то все очень дужно говорили о стереотипах как эпидемии 20 века но это же стереотипы а вы знаете преодолеть это очень сложно а действительно когда человек был воспитан в каких-то определенных взглядах мнениях как тяжело человеку перешагнуть через него даже тогда когда человек узнает о том что это ошибочный взгляд и конечно Господь проповедовал именно в этой закоснелой религиозной среде он хотел подвести к самому главному к тому что Бог верит в человека и эта вера пробуждает огромное внутреннее возможности человека позже Господь скажет если вы веру имеете в того кто верит в вас хотя бы зерно горчичное то вы скажете горись двигнись в море и знаете как один из этих сюжетов был проигран в такой житейской ситуации и когда это не произошло то одна старушка сказала я и знала что это не произойдет вот так оно и бывает мы уже знаем что это не произойдет поэтому нашей вере не дано осуществиться на сегодня наши занятия подошли к концу есть какие-то вопросы а вот вы говорили когда отчищаться это вот что высказать свою религию нужно высказать это честилище не сразу на честилище честилище нет честилище это другое понятие это из католического вероучительного арсенала ошибочный взгляд очищение это совершенно другое очищение иудейские это когда бесконечно они боялись к чему-то прикоснуться нечистому прикоснулись уже это считается нечистым значит нужно на себя чан воды вылить это при том что иудеи все-таки не являются обильным так сказать источником Бога так что да мне кажется вот недавно прочитан на сцене где если можно сюда где нам на дорогу нас били чтобы сбросить истар вот эти несколько сообществ они были чаще нет так 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 и прошел сквозь них посреди них да 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 и сейчас когда вы говорили я прямо увидела вот смотрите разделенная недовольствующая толпа как и просто так она да он прошел посреди то есть он может что тоже член он прошел невидим он стал невидимым для меня вы знаете есть такое мнение Есть такое мнение у Игнатия Причининова о том, о чем вы говорите? Вы знаете, здесь я хочу вот что, дополнить, вы знаете, да, действительно это потрясающий момент, но мне хотелось бы дополнить вот чем. Когда вот все-таки говорит Игнатий Причининов о том, что возможно он стал невидим и прошел посреди них, все-таки, знаете, нельзя с этим согласиться, мне ближе другие толкования, объяснения этого места, потому что Христос не желает чудеса совершать для себя. Друзья, он не совершил в этот момент чуда, он просто посмотрел своими глазами на этих людей. Вот только он так мог посмотреть, понимаете, только он так мог глубоко проникнуть. Вы представляете, когда Левия, Матфея, он посмотрел на него, вы думаете, что он просто в глазки ему посмотрел? Он посмотрел сквозь его глаза в его душу, в его сердце. И когда он посмотрел, они поняли, что это не совсем просто Иосифов, сын и Мария. И они ничего не смогли сделать, даже никто слова не сказал. Он просто прошел, как сквозь кустарник. Они могли его остановить. Могли, но этого не сделали. То есть в данном случае, здесь я хочу подчеркнуть, подчеркнуть, не было чуда. Вот о чем я хочу подчеркнуть. Не было чуда. Потому что, понимаете, мы должны понять, Христос всегда избегал именно чудотворения. Помните искушение сатаной в пустыне? Чудо ради себя. Вы очень верную деталь подметили, о которой я не сказал. Что не наступило его время. Он, конечно, мог бы отдать себя в руки этих людей, и они свергли бы его, значит, в пропасть. Он настолько любил людей, что, понимаете, он знал вообще, понимаете, если человек рождается в этот мир, и он не знает, для чего он рождается. И он не знает, для чего его жизненная миссия предназначена, то он знал. И поэтому изображается Христос на византийской древней иконе. Не в обычных умилительных яслях, где сиенов, где животные согревают его своим дыханием в зимнюю стужу, а именно лежит он на каменном холодном жертвеннике. Потому что его миссия была понятна. Он пришел для того, чтобы принести себя в жертву. Он осознавал это. И от этого его жизнь не была кровавым путем. Все это пронизывало его сердце. Осознание того, что в какой-то момент его предадут. Он знал, кто его предаст. И он принимал его, как своего друга и брата Иуду, несмотря на то, что он знал уже, кто он, и для чего он, и что он. И вот здесь не было чудотворения. Здесь просто было соприкосновение взглядов. Поэтому удивительно, что иудеи хотели не своими руками, а руками римлян казнить Христа. Помните, они однажды взяли его, но отпустил их. Потому что говорят, ну никто так не говорил, как он сей. Слушаем вас. Братюшка, это вот правда, что в наше время иудеи, когда родились римлянами, вот на уровне там Папы Нимского, что римляне распяли и стали иудеями. Ну в смысле как? Ну дело в том, что все они участвовали. Вся это, понимаете... Иудея как-то нет, что это вот римляне не распяли. Господь Свободен. Распни его, распни его. Может быть римляне кричали эти слова. Мы, значит... Мы запрошили. Конечно. Так дело в том, что они бы... Просто они говорят, почему мы не можем этого сделать. Вот закону нашему сейчас мы не можем это сделать, потому что Пасха близ. Понимаете? То есть они сейчас пытаются свалить, понимаете, на все кися. И что без неуперия, что это не визит. Не, ну понимаете, благо, что они хотя бы сейчас уже признают, что вообще это произошло. Потому что в некоторых случаях не бывает вообще. Это миф, это все выдумка и так далее. Чего они только не говорят. А сейчас говорят, да, кто-то распял, но не мы. Батюшка, а может Вы, поскольку, воспользоваться своей божественностью? Такое время, тяжелую ситуацию. Не, ну вот, конечно, он шел божеством. Что-что? Не, ну вот, с точки зрения власти, имущей того, не входите, конечно, треюльник. Не, помните, как Спаситель сказал, ты имеешь греб, но больше... Я думаю, что... Не, ну да, то есть, ну я думаю, что Вы знаете, наверное, вот эту тему мы все-таки потом будем обсуждать. Давайте лучше по теме, может быть. Давайте по теме, потому что мы все равно будем об этом говорить позже. Еще какие вопросы по Евангелям сегодняшней? Есть еще вопросы? Все. Прошу Вашего внимания на минуточку. Я не знаю, не уверен, что в следующее воскресенье у нас будут занятия, потому что у нас будет престольный праздник, и может быть мы соберемся вечером для того, чтобы отслужить вечернюю с Акаписом скорее. Вот, поэтому занятий может не быть, вот, но Вы, на всякий случай, Вы поинтересуетесь, там, в воскресенье, вот, кто не посещает наш храм, а приходит на занятия, Вы поинтересуетесь, но я сейчас пока не уверен, хорошо? Вы можете ли нам называть главу, те, которые будут действовать в Северном? Пятая глава, Евангелие от Иоанна. Пятая глава, читайте. Затем, ну, знаете, я думаю, что достаточно. Прочитайте пятую главу Иоанна. А тема? Тема будет у нас Вторая Пасха, прибытие Иисуса в Иерусалим, исцеление расслабленного. Пятую главу, читайте. Я думаю, что, может быть, и мы коснемся и шестой главы, Луки шестой главы, Иоанна шестой главы, Марка вторая глава, Матфея двенадцатая глава. Да, может быть, мы коснемся, чтобы немножко быстрее пройти, чтобы, да, потому что если мы будем так, конечно, медленно идти, то, может быть, мы не успеем к концу года, не, в смысле, Евангелие-то мы успеем, конечно, пройти, а вот хотелось бы еще деяния апостольские. Деяния, да. Потому что, да, потому что Евангелие... Что, что? Послания очень много. Ну, послания, да. Вот, но деяния очень... Что? Евангелие объясняет. Да, Евангелие я и так объясняю, на проповеди чаще. А послания очень много. Послания. Как-то, может быть, мы по-другому пойдем, но хотелось бы, я прямо не знаю. Особенно, Павел, не встанет, Павел, не встанет, Павел, не встанет. Ну, ладно, я буду так лекции сводить к тому, чтобы мы хотя бы деяния еще в этом году прошли обязательно. Хорошо? Ну, что, не, ну, все-таки Евангелие это основа основ, все равно мы в основном блоками определенными, то есть вне связи говорим, как я имею в виду, как исторической последовательности. Вот, а здесь именно у нас есть возможность все это увидеть в последовательности исторической. Потому что то, что священник проповедует, это отдельное Евангелие, чтение, и он толкует в течение года, вот, толкование, они вне связи. Ну, что ж, храни Бог вас всех, ангелы-хранители.